Лесной инспектор Наталья Иванова в профессии уже 27 лет. На хрупких женских плечах порядка 8 тысяч гектаров в лесной площади. Раньше исследовать территорию приходилось пешком. Теперь о былом Наталья вспоминает с улыбкой. Один раз мы поехали на элитизацию лесных культур. Разыгрался сильный ветер. Что-то было типа бури небольшой. И поскольку нам пришлось переправляться на лодках, было страшно. Одна лодка у нас перевернулась. Даже была спасательная такая некая операция. В задачи лесного инспектора входит фиксация правонарушений. Чаще всего бороться приходится с так называемыми черными лесорубами. Налицо незаконная рубка дерева породы сосна. Для того, чтобы определить объем незаконно спильной древесины, нам нужно замерить диаметр этого пня. Для этого мы пользуемся рулеткой. Делается два замера. На 37. В принципе, он круглый. На 37. Потом мы производим расчет объема этого дерева. И в зависимости от объема рассчитывается еще ущерб, который причинен лесам незаконной рубкой. Количество незаконных рубок за последние пять лет снизилось в два раза. В этом году на территории области пресечено уже 39 случаев и возбуждено 23 уголовных дела. У нас существенно сократились объемы незаконных рубок. Уменьшается их количество. Стало более тесное взаимодействие между различными государственными структурами, которые задействованы в этой работе. Огромная работа проводится в направлении по лесовосстановлению. Это один из основных, наверное, блоков. Наверное, это суть нашей работы. Восстанавливают леса те, которые в этом нуждаются. В лесной отрасли региона трудятся более 500 специалистов. Лучших сегодня отметили в профильном департаменте. Из рук зампреда областного правительства они получили награды и грамоты. Мы сделали серьезное достижение в посадке леса, в превышении количества посаженного леса над вырубленным. У нас в регионе давно уже нет незаконных рубок в промышленных масштабах. Сократилась недоимка по арендным платежам бюджет. Поставляется современная качественная лесопатрульная, лесопожарная техника. Ярославское лесное хозяйство занимает лидирующие позиции в Центральном федеральном округе. По рейтингу агентства Рослесхоза области удалось подняться на 11 место по всей стране. Благодаря нацпроекту «Экология» улучшили оборудование, обновили автопарк. Актуальным является и подготовка молодых кадров. В образовательных учреждениях проводится профориентация для школьников. Полина Кудряшова, Сергей Ватин, Антон Комаров. День в событиях.